Гарри Кимович, приветствую вас в Этери телеканалу Киев. Приветствую. Слушайте, я вижу за эмоциями, что вам сподобалось, да, вот эта философия от Соловьева. А что так? Поясните, пожалуйста. Вообще хотелось бы дослушать до конца, что он сказал. Потому что это же попытка где-то оправдать себя и оправдать Кремль. Но совершенно очевидно, что это демонстрация того-то растерянности, той паники, которая сегодня царит и в Кремле, и среди тех, кто прославлял эту войну. Соловьев годами, годами готовил Россию к этой войне. Он годами вбивал в головы граждан России то, что Украина это не нормальное государство, что настанет время, когда большая часть Украины станет Россией, что Россия имеет все права на расширение в эту сторону. То есть на самом деле вот это отравленное сознание огромного количества моих соотечественников, в этом есть большая заслуга Соловьева. Я не сомневаюсь, что когда в России начнут работать трибуналы, международные трибуналы по преступлениям военным, таким как Соловьев, там найдется видное место. Гарри Кимович, ну а тут вопрос, он же не сам это говорит, правильно? Тобто, есть там кто там, как его громов, да, здаясь, заступник администрации президента, нет? Что вот начебто он там курует певными процессами, и даже род, как я понимаю, Соловьев, Скобеева, Семенян, без вот такой указанки, да, они этого пытаются не делать. То есть это такая линия с самого Кремля идет, с администрацией Солнцеликова? Может быть, но мы здесь вступаем на территорию догадок и спекуляций. Может быть, вы правы, но не надо забывать, что когда наступает паника, каждый сам за себя. Вот так. И не исключено, не исключено, что эта позиция или Соловьева, или кого-то, кто с ним работает. Но совершенно очевидно, что времена, когда Кремль имел одну линию, вот, которая шла по всем телеканалам, они кончились. Потому что сейчас все понимают, ситуация разворачивается непредсказуемо, и не случайно уже весь мир начинает всерьез размышлять о том, что будет в России после Путина. Соловьев следит, конечно, за западными политическими новостями. Я вам могу сказать, что последние несколько недель произошел очень важный сдвиг в сознании западного истеблишмента. Вот разговоры о том, что будет в России после Путина, стали мейнстримом. То, что всегда считалось такой фантазией. Вот эта российская оппозиция пытается нас там заставить говорить про режим change, так называемый, изменение режима. Сейчас это серьезный разговор. И Соловьев это понимает. И, я полагаю, пытается как-то найти какую-то для себя приемлемую позицию. Может быть для себя, может быть для Громова, может быть еще для кого-то. Но мы должны радоваться. У них паника. Они не знают, что говорить. Вот это единство, пропагандистское единство, которым отличается любая диктатура, особенно фашистская, оно развалилось на части перед лицом неминуемого поражения. А еще хотел бы не только про Путина, а про его коллегу по войне, безпосереднього, про Олександра Героевича Лукашенко. Мы видим тут много информации с приводу поддержки. Он дает базы, он дает разные объекты, с него там взлетают лéтаки. А ныне мы понимаем, что большая количество поддержки военно-вторых рухается с Белоруссией, где-то на Украинский Схид, потому что плече меньше, и доставку можно сделать логистично эффективнее для режима Лукашенко. И вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали, вот такой красивый заголовок, мы смотрим на то, как смотрится на этот Захид, и вот The Guardian пишет про такую историю. Он даже запитывает, чи Лукашенко справедливо втягнет Белоруссию в войну, в которую Россия уже програет, или уже програет. Гарри Кимович, два, два аспекты. То есть, если там пишет Guardian, и разные Washington Post, и New York Times, и Таймы, и так далее, и так далее, то в принципе Россия уже для них програвшая сторона? Я думаю, Лукашенко ситуацию оценивает объективно. И я думаю, он понимает, что добром это не кончится. То есть, скажем, пока, может быть, он не уверен, что Россия проиграла войну, но он точно знает, что Россия войну не выиграет. Вот. В данном случае Лукашенко думает о Лукашенко. Как любой диктатор, он думает о себе. Не будем забывать, что на самом деле от Путина отвернулись все диктаторы, на которых он рассчитывал. И Си Цзиньпинь, и Такаев. Все они себя ведут так, как будто они Путина и знать не знали. Диктаторы не любят проигравших. Лукашенко вынужден вести себя очень осторожно, потому что все-таки страна де-факто оккупирована российскими войсками. И совершенно очевидно, что Путин планирует использовать Беларусь как трамплин для атаки на Киев. Я почти уверен, что он, конечно, постарается любовительно продавить Лукашенко, чтобы устроить последнее наступление. Потому что, ну, ему нужен какой-то перелом. И дорога на Киев только через Беларусь ведет. То есть, если он захочет наступать. Ну, Лукашенко объективно оценивает ситуацию. Переход белорусской границы российскими войсками означает, что может пойти в обратную сторону. И украинские войска, и особенно белорусские добровольцы, могут пойти обратно. А в какую сторону будут стрелять белорусские танки, никто не знает. Может быть, Лукашенко догадывает, что как минимум часть из них повернется обратно на Минск. То есть, Лукашенко пытается сидеть на двух этих стульях. Стулья расходятся. Он, конечно, человек массивный, но сидеть все труднее и труднее. Поэтому будем наблюдать за ним так же, как за Соловьевым. Это те же самые раздумья тех, кто был частью вот этого вот этого большого тоталитарного пространства. И вдруг сегодня понимают, что на самом деле не только победа, а впереди поражение и, главное, расплата. Страх расплаты, он заставляет их вести себя таким образом. А про панику с вами говорили. А насколько вона велика там серед оточнения Путіна? Гарри Кимович, я как гадаю? Я понимаю, что там залезти там в голову неможливо, но все же таки, потому что много появляется позиции, что и Путину уже прямо висловлюют незгоду. Та, кажут про то, что там есть яструбы и голубы, они всегда есть, но ныне между ними протистояние загостряется. Кажут там Пригоржин, Кадиров, они за войнушку. А те, кто говорят, что Владимир Владимирович надо закругляться, потому что беда, беда, мы все потерпаем. Надо что-то с этим делать. Так вот вопрос, Гарри Кимович. Есть ныне среди оточнения Путіна люди, которые уже готовы его от влады вывезти, забрати у него эту владу. Вот убрать Путина с этой власти. Я думаю, если бы у них была волшебная палочка, вот как бы, или там, или какой-нибудь джин из бутылки, я думаю, желающих, чтобы Путин исчез, там более чем достаточно. Но мы же понимаем, огромное количество людей, которые стали мультимиллионерами, если не миллиардерами. Эта война им ни с какой страны не нужна. Ну какой Крым там? Они теряют свои виллы во Франции, в Испании, в Америке, по всему миру. Но также есть в окружении люди, которым некуда деваться. Кадыров, Пригожин, Золотов. То есть есть, конечно, агрессивная партия, но она агрессивна потому, что без Путина они покойники, они понимают, что их отправят в расход след за Путиным. Но я бы сказал, что сегодня Россия в районе 44-го года нацистской Германии. И идем в 45-й год, уверенно. И я думаю, что... Есть много свидетельств паники. Для меня главным индикатором стала мобилизация. Путин никогда не делал таких вещей, потому что основная идея путинского режима была вообще такая внеидеологическая. Он как бы там отравлял сознание людей, но при этом как бы он не хотел, чтобы они чувствовали на себе вот тяготы всего этого процесса. Репрессии были точечные. Никогда их в концлагере не было. Надо было убивать лидеров оппозиции, сажать в тюрьму, выдавливать за границу. А мобилизация фактически сделала режим из авторитарного тоталитарным. И это то, чего Путин пытался избегать. И на сегодняшний день мы видим, что никакого плана нет. Вот когда мы видим, что система идет в разнос, один делает одно, другой делает другое. Мы только говорили про Соловьева, говорили. И Лукашенко о чем-то думает. И понятно, что там конфликт Суровикина и Герасимова очевиден совершенно. То есть слишком много конфликтов. Если мы их уже видим, означает, что система идет в разнос. Любая диктатура имеет борьбу, как Черчилль говорил, бульдоги. Но если мы сегодня уже понимаем, что там дым идет, это означает, что пламя есть. Вопрос, как скоро оно подточит все эти опоры, не знаем. Но, судя по всему, процесс может идти гораздо быстрее, чем многие люди думают. Я считаю, что в следующей весне война закончится. Ну, тут много кто сходится именно в таких прогнозах. Гарри Кимович, а давайте так. Можливо, там, российский будет легче спринять. А кто первый выставит счет Путину? Вот где вы этого ждете? Это люди, народ, субъекти Российской Федерации, республики, или страны, или народности, или нации, или силовый блок, или кто-то из них. Вот кто первый цей рахунок выставит? Як гадаете, перший? Не совсем понятно, что означает выставить счет. Я полагаю, что... Ну, вот, дивиться, ты, шановный Путин, нас 30 рохи, вот, якось, шось нам рубив, да? Нас был жирок, мы жили неплохо первое время. Вот думали, что-то как-то устаканится после Ельцина. Пришел такой молодой, подающий перспективы пацан, который решает вопросы. Я все понимаю. Да, и вот тут, вот тут мы, получается, укорыться. Мы укорыться, а счетчик надо выставить. Как же ж так? Так вот, кто первый? Как? Я думаю, я думаю, что... Опять, не надо тратить время гадать, кто это сделает. Совершенно очевидно, что это сделают. Я с самого начала говорю, что российские переводы начнутся с поднятия украинского флага в Севастополе. Как только станет очевидно, что все, война безнадежно проиграна, армия начнет возвращаться, разбитая, обозленная армия, экономическая ситуация будет катастрофической, они сами с ним разберутся. Вот давайте не будем гадать, как они с ним разберутся. Я считаю, что фактора Путина больше не будет. Более того, совершенно очевидно, что любая новая российская власть вынуждена будет ориентироваться на Запад, потому что нужно будет снимать санкции. И будущее России определяется просто. Или репарации, полное покаяние, попытка как-то встроиться снова в Европе, бандитский мир или китайская колония. Никаких других вариантов не существует. Как разберутся с Путиным, как разберутся с Кадыровым, там, Золотовым и прочими бандитами, честно говоря, мне неинтересно, потому что это детали исторического процесса. Я считаю, что вектор истории идет в эту сторону, и украинская власть, она, по существу, она, по существу, была рождение России от путинского фашизма. Символом, мне кажется, перемены в мире глобальном, потому что это будет самое сокрушительное поражение диктаторов за последние десятилетия. Ну так, так, на правду. А якимось, дякую вам за то, что долучились до Этеро телеканалу Киева. Гарри Каспаров, российский оппозиционный... Героям слава. Российский оппозиционный политик, представник антивоенного комитета, також та выдатный шахист, та майстер, 13-й чемпион свиту. Субтитры делал DimaTorzok